Привет, друзья! Как вы относитесь к Халку? Мы его просто обожаем. Впервые этот персонаж появился на страницах комикса «Невероятный Халк» в мае 1962 года и с тех пор стал одним из самых узнаваемых героев. Причем не только для поклонников гип-культуры, но и обывателей. А уж с выходом первых «Мстителей» популярность Халка и вовсе достигла невероятных показателей. У него тысячи поклонников по всему миру, но далеко не все знают, что у этого персонажа есть свои секреты, о которых, возможно, неизвестно даже создателям. Например, возраст. Не верите? Что ж, давайте разберемся вместе. После просмотра «Войны бесконечности» многие задавались вопросом, как же так получилось, что могучий Халк, обладающий огромной физической силой, регенерацией и выносливостью не смог как следует ответить Таносу. Ведь он так круто справлялся с любыми трудностями и противниками, и вдруг какой-то там титан так запросто аннулирует все победы. Некоторые зрители даже жаловались, что сценаристы специально сделали Халка слабее, чем раньше, чтобы он не повлиял на ход событий. Что ж, возможно, это действительно так. Но они не просто прописали его менее крутым в сценарии, а тихонько состарили на тысячи лет. Без всякого ведома фанатов. Но как же это возможно? Что ж, у киношников есть свои секреты и приемы, которые действительно могут оставаться незамеченными для большинства зрителей. Представьте, вот вы сидите в кино и смотрите очередной крутой марвеловский блокбастер. Герои дерутся, что-нибудь взрывается, кто-то шутит. В общем, экшен и хорошее настроение. Я есть Гру! Я есть Тиф Роджерс. Скорее всего, в этот момент вы не обратите внимание вообще ни на что, кроме сюжета. И будете полностью наслаждаться происходящим. Некоторые из зрителей, конечно, заметят актерскую игру, другие – графику, но в целом во время просмотра меньше всего хочется включать серьезную логику. В смысле, это же Марвел. Люди смотрят фильмы про супергероев не ради того, чтобы проверить законы физики на экране. А между тем, иногда стоит задуматься над тем, какую именно информацию нам дают сценаристы. Вспомните Эру Альтрона. В конце фильма Халк в одиночестве улетел куда-то в неизвестном направлении и вроде как пропал без вести. В Рагнарёке нам показывают, что зелёный великан оказался на планете Сакаар, выпав через один из порталов. Там он привлёк внимание грандмастера, любителя боёв на арене, и вскоре стал одним из его чемпионов. Халк успешно сражался какое-то время, пока не появился Тор. Потом Тор разбудил Бэннера при помощи видеозаписи «Чёрной вдовы», и выяснилось, что Брюс понятия не имеет о том, что происходило с ним за те два года, которые прошли с момента событий в Заковии. Казалось бы, ничего странного. Всё это время Бэннер был заперт внутри Халка. Изменения становились всё серьёзнее и в будущем, возможно, Брюс больше никогда не сможет превращаться из зелёного монстра в человека. В такой ситуации зритель как-то не очень задумывается о двухлетней амнезии. Всё-таки есть дела поважнее. А между тем, в этом же фильме нам показывают, что время на Сакааре движется совсем не так, как во всём остальном космосе, включая Землю. Если вы помните, Тор и Локи вылетели за пределы Радужного моста практически одновременно, ну и с интервалом всего в несколько секунд. Для Тора путешествие на Сакаар произошло мгновенно, но когда чуть позже он встречает Локи, тот говорит, что находится на планете уже недели. Значит, время на Сакааре бежит намного быстрее. Но насколько велика разница? Между падением Локи и падением Тора прошло 11 секунд, которые привели к недельным различиям. Допустим, когда бог обмана говорит недели, он имеет в виду 15 дней. Это означает, что одна секунда времени в любом другом месте, включая Землю, длится на Сакааре 117 818 секунд. Или 1,36 дня. Конечно, эти вычисления нельзя назвать абсолютно точными, ведь Локи в конце концов мог и обмануть брата. Но за прошедшее время он сумел втереться в доверие к Грандмастеру. Вряд ли это так уж легко сделать. Если Халка не было на Земле 2 года, то это означает, что на Сакааре прошло примерно 235 тысяч лет. А если Локи пробыл на планете до появления Тора, например, 22 дня, тогда 1 местная секунда равняется 2 земным дням. В таком случае зеленый великан находился на Сакааре примерно 345 тысяч лет. Кстати, искажение времени подтверждает и сам Грандмастер. В наших краях время течет иначе. В любом другом мире мне было бы много миллионов лет. И это вполне возможно. Ведь в комиксах Грандмастер бессмертен, как, впрочем, и Халк. Но сила последнего имеет свои пределы. Именно поэтому можно заметить, что Халк в Рагнарёке обзавелся седыми волосами. Все-таки сотни тысяч лет наложили свой отпечаток. Означает ли это, что сценаристы провернули этот фокус со временем сознательно, и Халк действительно провел на Сакааре так много времени, даже не заметив этого? Или он все-таки заметил, и за такой долгий срок как раз научился говорить? В таком случае Халк должен был вернуться на Землю гораздо более зрелым и мудрым, чем был раньше. Что ж, а на этом все, друзья. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!